Приветствую вас и давайте для начала скажем так. Когда человек хочет общаться, реально хочет это делать, понятно, что в таком случае он, тот, кто хочет с вами общаться, ставит ваши интересы при высшем своих. То есть ваше желание, то, что вам интересно, для такого человека на первом месте. Я надеюсь, это понятно. А вот если человек использует вас, то есть что значит использует? Использует это значит, воспринимает вас как средство для достижения своих целей. И это означает, что человек ставит свои интересы при высшем ваших. Вот и вам нужно посмотреть на отношения такого человека, чьи интересы он ставит на первое место, свои или ваши. Если ваши интересы, значит он общается с вами, потому что ему реально хочется. А если свои, значит он использует. Использование всегда означает, что тот, кого используют, делает что-то для человека. Если в общении с вами происходят какие-то вещи, происходят какие-то моменты, какие-то явления, какие-то необъединимые обстоятельства, подумайте, кому это выгодно. Подумайте вообще, кому выгодно то, что вы общаетесь. Просто постарайтесь об этом подумать. Подумайте, кто получает больше всего пользы от того, что вы общаетесь, он или вы. Если это человек, то значит он вас использует. Если вы, значит ему действительно хотите. Ну действительно хочется с вами общаться. Вот и все. Но как же тогда, спросите вы, строить нормальное общение, чтобы никто друг другом не пользовался? Вам уже написали эксперты, что мы все пользуемся друг другом так или иначе. Отчасти это конечно так. Но отчасти и нет. Мы не пользуемся друг другом тогда, привычным пониманием этого слова. Когда для нас, для каждого из партнеров в отношениях, в общении, интересы другого на первом месте. Давайте для того, чтобы вам было понятнее, я попробую привести пример. Вот вы общаетесь со мной и мои интересы для вас на первом месте. То есть вы делаете все, чтобы мне было хорошо. А ваши интересы для меня на первом месте. То есть я делаю все, чтобы вам было хорошо. И в этом смысле мы друг другом не пользуемся. Мы добровольно делаем друг другу хорошо. И тем самым обеспечиваем друг другу максимальную удовлетворенность. Ну, в перекрестном плане. Как бы за Бруденшафт. Знаете, как пьют за Бруденшафт? Вот то же самое и здесь. Надеюсь, я понятно даже нанес вам свою мысль. Надеюсь, что помог вам ответить на вопрос, который вас интересует. Если дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку к Магу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. Пока.